Giants Live. Становая тяга чемпионат мира. Кто в итоге поднял больше всех? Что заявил после турнира Иван Макаров? И, конечно, Джамал Браунер. Его результат на помосте и реакция после. Ник Уокер. Он уже знает, кто станет мистером Олимпии и не скрывает этого. А также топовая форма Михаила Крыжанека. Дивизион 90+. И я не про килограммы. Я про возраст. И такое бывает. И также пару видео из соцсетей. Оставлю напоследок. Надеюсь, досмотрите. Не было возможности обсудить с вами эти новости, когда они были горячими. Понятно, что многие уже в курсе конкретных результатов. Но, с другой стороны, спустя несколько дней вся эта история обрастает подробностями, какими-то дополнительными кадрами, деталями. Так что пусть это будет не новостной выпуск. Мы просто с вами обсуждаем все еще актуальные события. И, как всегда, я отдельно признателен всем, кто смотрит выпуск до конца или просто слушает его на фоне. Это помогает в работе канала. Итак, Giants Live. Турнир прошел на прошлых выходных. Это крупные соревнования по стронгмену. Победил на них Эван Синглтон. Но фокус внимания на чемпионате мира по становой тяге по правилам стронгмена, который проводится как раз в рамках турнира Giants Live. Ориентир уже не первый год. Планка 505 килограммов. И в этом году ее вновь никто не достиг. Лучший результат гораздо ниже. 470 килограммов от Грэхэма Хиггса. Безусловно, мощный атлет. Но вы посмотрите, как он поднял 400 килограммов как стартовый вес. При этом сразу несколько атлетов. Рауно Хейнла, Эван Синглтон и Иван Макаров остановились на отметке 455 килограммов. Иван Макаров после говорил, что на разменке штанга просто летала. И что эти 455 килограммов были самыми легкими в его карьере. Но все же дело дальше 455 кило не пошло. И та самая планка 505 килограммов все еще осталась недостижимой. Не поднял я, как видели, 505. Я не буду отмазываться, говорить какие-то слова, оправдания. Все это я потянул на 450 бицепс бедра. Но и сами понимаете, с болевым порогом включиться. Максимально вовлечь мышечные волокна в работу не получается. Поэтому на 505 я выходил уже с микротравмой. Когда я начал втягиваться, я почувствовал, что нет, не могу я включить. По крайней мере, это самые классные, самые легкие подъемы были в моей жизни. Я реально кайфанул. Хочу отдельно поблагодарить Алексея Новикова за поддержку. Леха мне сильно помог. Ну ладно, игра не закончена. Игра продолжается. 2 декабря я буду выступать на Исенгар-челлендж в Германии. Там попробую еще раз удачу. Это при том, что Иван ранее сам говорил, что эта подготовка на 505 килограммов будет последним заходом на рекорд. Получится, не получится, иду дальше. А тут, видим, уже объявлен еще один заход в декабре. Ну как есть. И да, от себя я напомню, что в погоне за прогрессом, рекордами, результатами, да, главное следить за своим здоровьем. И именно поэтому я уже не раз вам рекомендовал подписаться на канал Александра Кузнецова. Канал о мужском здоровье. Потому что Александр разбирает темы спортивной фармакологии, эндокринологии, андрологии. Он помогает в подготовке выступающим атлетам. Но, помимо прочего, он в принципе обозревает препараты. И вот взять хотя бы его новый выпуск с, конечно, выдающимся превью. Это его новый обзор препарата Тадалафил. Препараты, которые принимают далеко не только выступающие атлеты. Потому что это средство для улучшения эрекции. В целом, механизм действия, а главное, ожидаемый результат в случае с этим препаратом, понятный. Но что насчет исследований дозировок и побочек? Есть ли они у этого препарата? В итоге это небольшой выпуск, но исчерпывающий обзор. Так что после просмотра этого видео переходите по ссылке в описании и подписывайтесь на канал Александра. И еще немного о Giant's Life. Конечно, особенная история это выступление Джамала Браунера. Он искал для себя вызов после тяги 500 килограммов без комбеза. Пусть в сумо, пусть у себя в зале, но при относительно небольшом собственном весе и без экипировки поднять такое, это запредельный уровень. Конечно, Джамалу писали, в сумо каждый может полтонны поднять, да? Ты попробуй в классике. И он решил попробовать. Пусть не 500 килограммов, но в принципе показать свой максимум. И не в зале, и не просто на соревнованиях по пауэрлифтингу, а приехать на турнир по стронгмену, на чемпионат мира по становой тяге. Выступить среди огромных атлетов, которые тяжелее его и которым привычно выступать именно в таком стиле. Джамал готовился для того, чтобы показать свой максимум в классике, но без экипировки. И я все думал, почему он не использует экипу, когда он наконец начнет работать в ней на тренировках. А он, оказывается, и не собирался в ней выступать. Все выступали в экипе, а он без. И в результате Джамал поднял 430 килограммов. В другой день наверняка мог больше. Для понимания, в начале августа он оформил 435 на 2. И да, это не его стиль в тяге, но все же 430 килограммов это более чем достойно. Опять же, без экипировки. В профиле Джамал получил следующий вопрос. Как думаешь, сколько бы ты потянул на чемпионате мира, если бы можно было поднимать в сумму? Сколько ты в диапазоне от 505 до 520 килограммов? Ответил Джамал и добавил кадры, как пытался потянуть 510 килограммов спустя неделю после того, как поднял 500 кило. Дело было в сентябре прошлого года. Это было бы, конечно, впечатляюще. И да, мы ждем подобные килограммы от Джамала, пусть даже на проходке в зале. Но и это еще не все. После соревнований Джамал отметил особую поддержку зала. Что энергетика трибун перекрыла досаду от результата, который оказался меньше ожидаемого. Но главное, Джамал допускает, что он вернется на этот чемпионат, чтобы выполнить тягу уже в экипировке. Мол, не могу же я уйти вот так. За Джамалом интересно наблюдать. Затем, как он ставит перед собой цели, как он принимает и рекорды, и поражения, какие делает выводы, и как идет дальше. Неудивительно, что он популярен. Надеюсь, что он интересен вам так же, как и мне. Так что продолжим следить за его результатами. Ну и о бодибилдинге. Время летит. До Олимпии остается всего ничего. По сути, два с небольшим месяца. И мы помним, в какой космической форме Дерек Лансфорд. Не так давно я рассказывал. Свою форму показал и Хадич Упан. И, насколько я понимаю, он еще не в Штатах. И на снимках за счет не настолько выгодного освещения его форма не так впечатляет, как у Дерека. И многие сразу же решили списать со счетов Хадич Упана. Я считаю поспешно, но в целом такая тенденция есть. Это редкий случай, когда многие сомневаются в очередной победе действующего чемпиона. Обычно это не так. Сейчас среди зрителей бутует мнение, что фаворит Дерек Лансфорд. Но с этим согласны не все. Например, Ник Уокин. В прошлом году, накануне Олимпии, я чаще говорил о нем. Так что надо возобновлять традицию. Стоит признать, Ник делает выводы из прошлых поражений. Он стал третьим на Олимпии 22-го года. Он не смог повторить победу на Арнольд Классик в этом году и стал вторым. Ник Уокер больше не делает акцент на набор. Он работает именно над слабыми местами. Занимается контролем талии и стремится улучшить пропорции. Варикоз, ну, есть и есть. А что ты с ним уже сделаешь, если при этом нагрузки и прочие факторы никуда не уйдут, вплоть до завершения карьеры. И Ник верит в себя. Настолько, что он выдал свой топ-5 грядущей Олимпии. По его мнению, на пятом месте будет Брэндон Керри. Третье и четвертое место разделят действующий чемпион Ходи Чупан и восходящая звезда Самсон Дауда. Вторым станет Дерек Лансворт. А первое место займет Ник Уокер. Не берусь утверждать, но я думаю, будет немного прогнозов, в которых имя Ника будет на первом месте. Понятно, что еще два месяца, но тоже можете оставить в комментариях свой топ-5, каким он будет на Олимпии 23-го года. Да и в принципе, как можно судить Ника, правильный настрой это уже полдела. Вот взять Михаила Крижанека, у него с настроем тоже проблем нет. Квалификация на Олимпию у него давно в кармане, и он спокойно готовится к турнирам. Прошлая Олимпия была для него дебютной, он занял 12-е место. Кто-то скажет, не ахти, но в целом форма была в порядке, да и участников выступило около 30. Так что я хотел бы в этом году видеть Михаила в десятке лучше. Но давайте все же не только о профессионалах. Я вам покажу кадры с чемпионата мира среди возрастных атлетов. Перед вами атлеты из разных дивизионов, но главное из разных возрастных групп. 50+, 60+, и даже 90-плюс лет. Прямо сейчас в кадре перед вами атлет по имени Джеймс Аррингтон. Наверное, к подобному дивизиону можно относиться по-разному, я это допускаю. Но сам факт, это как минимум пропаганда активности в любом возрасте. Ну а уж тем более, когда мы говорим про дивизионы 50-60 лет. Это и вовсе отличный пример, что любовь к спорту и консультации с эндокринологом могут продлить активный период жизни и улучшить ее качество. Потому что сколько той жизни, да? И забивать на свое здоровье и внешний вид, это однозначно не лучшее решение. Так или иначе, если нет критических обстоятельств и условий, в нашей жизни должна быть активность и работа над собой. Иногда это могут быть даже тренировки под открытым небом, как вот в данном случае в этом самодельном зале. Но главное, это процесс. А там и результат будет. Я приметил как-то видео с этим парнем в сети, когда искал очередной материал. Кто в теме, скажите вообще, норма это или нет. Но в данном случае широчайший спереди, это явно его поза. На сегодня все. Я надеюсь, что выпуск был в порядке. Дайте знать, так ли это, если нет, то что улучшить. И дайте обратную связь по темам, которые вам были интересны. Я постараюсь не пропадать, хочу публиковать для вас больше материалов, пока есть такая возможность. Спасибо, что смотрите.